60 поездок вместо 50. С 1 мая лимит социальной карты увеличен, хотя, как показал мониторинг, для большинства пользователей прежнее количество было достаточным. И только 15% льготников превысили ограничения. Решение было принято по итогам совещания, который провел губернатор Николай Меркушкин. Тем, кому и 60 поездок будет мало, помогут дополнительно, адресно. Если человеку приходится ездить с пересадками в ВУЗ на работу или сопровождать инвалида, скомпенсируют и эти транспортные расходы. Только по заведенному принципу и только в случаях, когда человек абсолютно точно в этом нуждается, а не ради каких-то целей. Если человек оказался в сложной жизненной ситуации или на самом деле инвалид, который на самом деле у него такой режим, что он ездит не один, а там сопровождает кто-то и так далее, тогда все эти конкретные случаи будут в министерстве рассматриваться вместе с министерством транспорта. Ограничения были введены с 1 февраля, чтобы уйти от серых схем увода денег. Были случаи, когда с одной карты списывалось до тысячи поездок в месяц. Хотя понятно, что ни один пенсионер с тысячи раз по городу не ездит. Эти факты установлены, проводится проверка транспортных предприятий. Выявлены два перевозчика, по которым зафиксированы вот эти случаи, когда сотрудник, кондуктор или кто каким-то образом осуществлял дополнительные вот эти поездки, которые на самом деле не было этих поездок, а просто, видимо, прикладывалось к карте к валидатору. При этом бюджетных средств может не хватить с тем, кому реально приходится много ездить, а потому ситуацию решено взять под жесткий контроль. Будут отслеживать, что по социальным картам не ездили друзья, сватья и комовья льготников. В то же время мониторинг показал, что очень многие реально нуждаются в увеличении лимита. Мы увидели закономерности, мы увидели особые ситуации, которые безусловно требуют особого внимания. И на что дано поручение губернатора подготовить соответствующие нормативно-правовые акты, которые будут несколько иначе помогать людям реализовывать свое право на бесплатный проезд. 60 поездок – это по две поездки в день. Но как быть, если приходится ездить по четыре, власти готовы изменить маршрутную схему города. Здесь предложение мы совместно с городской администрацией сделаем ревизию. И по возможности остановки общественного транспорта, не нарушая, опять же, ГОСТ и стандарты автомобильных дорог, расположить их ближе именно к учебным заведениям, чтобы исключить пересадки. Сейчас все регионы страны постепенно переходят на ограничения социальной карты. Причем во многих городах уже привыкли к тому, что льготный проездной – не роскошь, а средство передвижения. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.